С таким будем подражать, следами их добродетелей пойдем, их очами станем на все смотреть, их умом о всем рассуждать, их языком говорить. Да и их части сподобимся блаженной и всерадостной. 174. Возблагодарите же, прославьте, воспойте, призвавшего вас Господа, воздающего сдаяния не другое какое, как терпеливое пребывание в вашем подвижничестве, и то, чтоб, как доселе подвязались вы добре, так и дали, и еще более стояли в этом, разгораясь любовью к Богу. От Господа же венцы вам соплетаются каждодневно, если в благом произволении своем держите твердую решимость скорее все претерпеть, нежели изменить чему-либо из заповедованного нам. Из заповедь Господня жизнь вечная и есть, нарушение же ее смерть. Почему необходимо нам исповедать истину и не соглашаться с теми, которые протерятся ей, жертвуя за это всякими житейскими преимуществами, славой и честью у царей, архиереев и у других? Что пользы, как написано, если кто весь мир приобретет, а душе своей повредит? Для того наша твердость и наши подвиги. Но дерзайте, говорит Господь, ибо я победил мир. Победил же он для того, чтобы и мы вслед его едя побеждали его. Как Бог, он всегда есть победитель мира. Говорит же он особо теперь, что победил, это как человек. И тотчас вслед за ним победили мир апостолы, после них мученики, потом преподобные и все благочестные и боголепно пожившие. Но как одержана эта победа, как самим Господом, так и святыми его? Без борьбы? Без мучений? Без пролития крови? Без изгнаний? Нет. Не только не без этого, но еще крестом и смертью. Знаете об оскорблениях Господа, его поношениях и о смеяниях, что он предан был, осужден, заушен, оплеван, распят, но воскресший спас мир. Равным образом и апостолы тоже пострадали. Мучеников же страдания и мучения кто изречет? Так же и преподобных подвиги и лишения. Слово Божие говорит, что все, хотящие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Лукавые же люди будут преуспевать на злое, прельщающее и прельщаемы будучи. Техен и прискорбен путь, ведущий в Царствие. Пространен и углажден путь пагубы. На этом последнем радость мирская, утехи и сласти плотские, презрение законов Божьих, беззаботность о смерти, страх человеческий. А на первом скорби от мира, произвольные труды и всякого рода лишения, как говорит апостол, ошествующих по нему. Теперь лишения, скорби, озлобления в пустынях скитались, в горах, в вертепах и в пропастях земных. И не найдется никто из святых, который прошел бы по нему без страданий. Почему не дивитесь, встречая прискорбности, но более радуйтесь, что и вас не миновали они? И разгорайтесь любовью к Богу сильнее и сильнее, чтоб через той похоти заморить и демонов прогнать. Ибо любящий единого всех других оставляет позади, и боящийся единого никого другого бояться не может. Имеющий Бога стал выше всех. Мудрствуйте здраво, облюдите благочестие, творите молитвы и моления за всех. Христос посреди вас. Ибо если Он присущ, где два или три, то как не быть Ему среди вас, исполняющих заповеди Его, когда вас столько? 175 Отлучаясь на время, прошу вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, в немногие дни моего отсутствия соблюдать обычные порядки общежительские, в послушании и смирении. Начальствующие, распоряжайтесь не самовластно, не дерзко, не покупечески и не каким-либо другим человеческим образом, но боголепно, благотворно, спасительно, как Богом зримое и судимое быть имеющее. И ответ Ему дать, долженствующее во всем, что говорите и делаете. Подчиненные послушники, благопокорно и беспрекословно исполняйте повелеваемое вам, как от наместника моего, так и от прочих начальников. Вы чадо Божие, как чадо света ходите. Вы агнцы Христовы, спаситесь, как агнцы Его, тихо и смирно. Никто не бесчинствуй, не прыгай, как козлище, питаясь тернями страстей. Никто не поступай, как Иуда с братьями, бывая, будто брат, в неже замышляя предательство на пагубу души своей. Никто не будь, как Исаф, презирая свое спасение и преимущество его, предавая закраденную какую-либо пищу и питье. Никто не оставайся без дела, слоняясь туда и сюда, и не губи дня попусту, когда другие братья трудятся усиленно. Претерпевая зной дня и холод ночи, в привратницкой ли кто находится, или в больнице служит, или в сапожнической, или в столярне, или в другом каком послушании. Страшно это преступление, когда по апостолу ниже ясти достойны, суть таковы, пусть и не едят. Все по стезям Божьим ходите. В скрытые же места, на злые совещания и суетные замыслы не ступают ноги ваши. Ибо очи Господню, десятки тысяч крат светлее солнца, прозирают все пути ваши и рассмотряют в тайные места. Серахов 23.27 Итак, хотя бы ты в прикрытом был месте, и там видит тебя неусыпающее око. С кем стоишь? О чем говоришь и что делаешь? Смотри же, не узрело бы оно тебя, беседующим с сатаною, замышляющим бесстыдные дела или делающим что срамное. И хотя Господь не воздаст тебе должного воздаяния в тот же момент, но всячески повелит записать грех твой, а значит падение твое. Бессловно и незримо возглашая тебе. Сие сотворил ты, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты, облечу тебя и представлю перед лицом твоим грехи твои. Это в день суда. Куда же убежим от рук властвующего над всем? Можем ли сделать что худое, которое не узналось бы? Не заходите же слева даже мыслями, но действуйте во всем спасительно и богоугодно. Да видя вас, радуется и веселится Господь, и в книгу жизни да внесет благие дела ваши. В день же откровения всяческих да увенчает вас неувидаемым и вечным венцом правды. 176. Стойте доблестно, припаясь в чресла ваши истины, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. 187. Горе взирая к горнему, стремляясь к горнему ища, небесным занимая ум, об исходе из тела заботись, и о сретении потом судьи, и ответе перед ним, исследуя божественное писание и жития святых, и найденной душеполезной и спасительной обращая против врага, как стрелы. 188. Кого беспокоит страсть, пусть не унывает и не поддается ей, ибо близ Господь всем призывающим его. 199. И душа ищущая обрящет его. 209. Только достоит она твердо, да воздыхает и стинает, да проливает слезы, воздевая руки свои к небесам, да вьет себя в грудь, помышляя о срамоте, какой покрывает греховное деяние. 211. Не говорю перед страшным престолом Божиим, но перед самим собой и перед людьми, и тем да отвращает себя от греха и да утверждает в добре. 222. Ибо что написано? 233. Не пренебрегай наказанием Господним и не ослабевай от Него, будучи обличаем, ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. 233. И в другом опять месте. 244. Не скор будь во время наведения. 255. Это Господь испытывает нашу любовь, твердо ли мы в ней, не предпочитаем ли Его любви срамной сласти, бедственной и убийственной, сладкой на вкус и страшно горькой, когда проглотишь. 266. А не так, как показывает это душегубитель наш. 277. Свет показывает, а он тьма. 288. Любовь духовную, по видимости, подсевает, а она есть ненависть ненавистнейшая. 298. Ты же воин Христов, ни не ведай умышлений Его, ни Его звокозненностей. 309. Если жизни желаешь, взыщи света, потому что Бог и заповедь Его свет есть. 319. По состоянии души твоей узнавай, кто подошел к тебе, наш или из супостатов? 329. Если душа твоя сохраняется безмятежную, неколеблемую, ни неберегущую о небесных созерцаниях, и полна вожделения отложенных нам благ, добре, отвори ему двери сердца, прими его и свечеряй с ним. 329. Да напитает он тебя более к большему возлюблению Бога и божественных вещей. 331. Если же близость его смущает душу твою, наполняет ее толпой и помыслов, обращает очи твои к плоти и крови, к мирским связям и пристрастиям, и к предлежащему удовольствию, до неистостного возбуждая душу твою и как бы вскипячая ее рожением сластей похотных, увы, стань подальше и дракона этого отгони. 341. Он пришел, чтоб в одно мгновение времени уничтожить многолетние труды твои, твои подвижнические усилия, многие слезы, молитвы и доблестные оборения и преодоления врагов. 351. Пришел, чтоб тебя, воина Христова, показать добычу мгновенной сласти похотной. 362. Пришел, чтоб такого доблестного мужа, напоив чашей ядом пропитанной сласти греховной, умертвить навеки. Пишу это не как бесстрастный, но как искушенный, более же как многострастный, иное узнал я из того, что приходилось читать, иное из наставления отца моего, и из того, что слышал от других многих. 377. Стойте доблестно от многотрудной, в многотрудной жизни вашей, претерпевая и зной, и дневной, и холод ночной, мысленно и чувственно. 398. Но мысленно более, потому что присущ нам огонь похоти, боли и халдейской печи, разжигаемой невидимым навуходоносором. 398. Нападают на нас и другие страсти, одна против другой, увлекая душу бедную, гнев, ярость, памятозлобие, гордость, леность, расслабление, пристрастие, самолюбие и наибольшие из зол неверия. Много потребно нам мужества и великодушия, много неленостной крепости и силы, терпения, благодушия, трезвения и бодренности, чтобы тем могли мы отражать воззываемые против нас искушения и лукавства дьявола, чтобы не преклонить колено перед валом похоти, чтобы не поклониться образу страстей, чтобы не погубить, что добре собрали, чтобы не разорить, что с Божьей помощью создали. 40. Как иначе избегнуть нам сказанных страстей, как не сердечно возложившись на Господа и облегшись во все духовное оружие к поражению враждебных нам сил? 41. 42. Оружие же эти духовные суть – молитва и упование, смирение и послушание, любовь и вера, без пристрастий совершенной ума предложения от всего мирского, всегдашнее поучение и беседование о спасении, небезразличное и небезразборчивое на все смотрение и всего слышание. 42. А равно как употребление уст и рук, всегдашнее себя ограждение страхом Божиим и помышлением о Боге, с неудержимым вожделением будущих благ. 43. 44. 46. 46. 47. 47. 47. 48. 48. 48. 48. 48. 49. 49. 49. 49. 50. на суде и слезах, а мы, выходя, начинаем смеяться и хохотать, обузывает души наши строгими о чистоте словами, а мы тотчас по выслушивании того походствуем, блуднически посматриваем друг на друга, издавая и принимая слова самые продерзые, убеждает нас в смирении и благопокорливости, а мы прямо после беседы о том, надмымаемся, зверствуем и оказываем непослушание, убеждает к пощению, а мы чрево неистуствуем, к бдению, а мы тотчас предаемся сну, к ротости, а мы тотчас еримся, к молчанию, а мы прознословим, к усилению рабов, а мы уклоняемся и просто сказать, мы как будто нарочно обращаемся на путь противоположный тому, какой нам указывало наставление. Это я говорю не о новичках только, но и мнящихся быть нечто, и призванных к начальству они по какой-либо части, и вчиненных священно действователей. Увы, что страждим мы от сатаны обольстителя? Зачем отвращаем мы лицо свое от Бога живого, от той недосязаемой высокой красоты и обращаемся к суетному и скоро гиблющему? Зачем любимого обызаем горько и привременно, оставляя сладчайшее и вечное? Верно, не очищен наши душевные очи и слух, что мы плохо видим истинное благо и лишаем себя вкушения их. Придите же, опять приступим к делу, хотя уже совсем расслабели, опять оживем, хотя уже совсем омертвели, опять станем бодрствовать, хотя уже совсем почти уснули. Одного бы только нам пожелать, и все сделалось бы. В тот самый день, как положим благое намерение, но крепко достигнем мы и меры спасения. Ибо мы не связаны с житейскими делами, чтобы нам трудно было взяться за доброе действование. Но для нас удобно целый день заниматься делами спасения, если только захотим. Утром разумно петь одну давидскую песнь. За утро услыши глаз мой, за утро предстану тебе и узришь меня. В третий час. Духа твоего святого не отними от меня. В час шестой. Избавь меня от нападений беса полуди, но от стрелы летящей днем. В девятый. Преклони, Господи, ухо твое и услышь меня. Вечером благослови душа моя Господа. И следующее за сим. Салом 103.1. 103. Если мы каждодневно так будем поступать и друг друга возбуждать, и просвещать благими словесами и делами, и не расслаблять и омрачать беспечным равнодушием и пусторечием. То можем мы этим образом спастись, потому что от утра до вечера можем совершать одно достодолжное. Конечно, нельзя не уклониться и очень внимательному, или к слову неразумному, или к пожеланию неуместному, или к другому какому страстному движению. Но это всякий раз, как случится, через сокрушительное к Богу моление заглаждается. Так, проходя день за днем, будем шествовать путем Божиим, ожидая времени разрешения от тела, за которым венцы, радость и веселье для всех, так подвязающихся и себя нудящих для Господа. Внимайте же труду вашему, вашим подвигам и борениям, отгоняя беспечность и воспринимая усердное рвение в уверенности, что всякому желающему возможно жить доброй жизнью, восходить к совершенству и явиться украшенным всякой добродетелью. Если Бог есть свет, жизнь и истина, то как невожделенно стремиться к Нему искать общение с Ним живого и достигнуть его? Если сатана воистину смерть есть, ложь и пагуба, то склонение на его внушение как не будет смертью, тьмой и пагубою. Таким образом, перед каждым из нас лежат жизнь и смерть. Возьмемся за жизнь, возьмемся за свет, возьмемся за бессмертие, а тьмы же, мрака и пагуба отбежим. Досподобимся Царствия Небесного во Христе Иисусе Господе нашим. 178. Добрыми подвигами подвязались вы в продолжении Святой Четыридесятницы, постили, спасили и более силы. Бдения совершали подобающе, получались трезвенно, работали неленостно. Ум хранили в чистоте, язык хранили от осуждения, уста от празднословия и все члены свои от всякого греха. Представив их орудиями правды, органами благообразной ибо угодной жизни, вы так хорошо и благоприятно ныне совершили течение поста, как никогда кажется прежде. Отчего же так? От строгого внимания вашего к себе и к делу жизни своей и более же по привлеченной тем особой милости Божией, от которой исходит всякое даяние блага и всякий дар совершенный, как написано. Таким образом вы преуспели в жизни и обогатились плодами духовными. Да будет же богатство ваше сохранно, и ваши сокровищницы духовных благ недоступны для хищнических наветов врага. Да даруется вам благодать на благодать и богатство на богатство до конца жизни вашей. И будет так. Но как? Если не ослабите строгости внимания вашего и не допустите ни родения, ни небрежности в последующее время, особенно когда приедет Святая Пасха, когда по уставу оставляются псалмопения, часы обычные, коленопреклонные молитвы, усиленные ночные бдения, и в трапезе разрешается вино, елей, варева и прочее, полуденный сон, двухразовое предприятие пищи, проходка и другое нечто, так что если ум не будет трезвенствовать и все делать по чину с соблюдением строгого внимания, то он в опасности погубить, что добре стяжал, и человека из богатого сделать бедным, и с высоты славы не зринуть в ров без славного падения. Почему прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадений. 179. Упразднитесь и разумейте, ибо я есть Бог. Псалм 45.1. Итак, требуется от нас упразднение от всего, и упражнение единым на потребу. Нам в деле жизни нашей потребны вожделение, доброе, ненасытное, трезвение неослабное, терпение крепкое, противостояние врагам нашим супостатам непрерывное. Ибо всегда близ суть эти мысленные звери, похитители душ наших, демоны, от которых грехи и беззакония, и всякие непотребства. Никто потому да не ослабляет по нерадению подвигов, никто своевольно да не блуждает туда и сюда, влеком и сластолюбием, и самолюбием. Но во всем да покорствует заповедям Господа, а не чуждым внушением. Ибо Господь Сам говорит, овцы мои, голоса моего слушают, да чужим же не идут, ибо не знают чужого голоса. Где Христос, там дьявол места не имеет, где голос его созывает овец, там шипение змея не слышится. И праотец наш Адам, пока сохранял здравыми слушалища души своей, до тех пор, слушая божественный глаз, водворялся внутри рай и получал высокие созерцания. Когда же принял на шептывание змеи и вкусил от древа греха, а тотчас почувствовал срамность ноготы и скрылся от Бога. Спрошен будущий, где ты? Глаз твой, говорит, услышал и скрылся, потому что я наг. Кто же вложил в тебя этот страх? О, Адам! И кто указал, что ты наг? Лукавое слышание и от заповеди Божьей отступление. Затем последовало изгнание из блаженного места того и осуждение на труды, скорби и лишения в жизни сей. Далее потому будем держаться от советов змея. Не будем принимать внушения страстей и его злокозненности приготовленные. Сосудцы с разными снадобьями приготовив, этот отвратительный устроитель всякого беззакония ходит, как видел некто из святых, святой Макарий Великий. И к какой страсти видит каждого из нас более готовому, соответственно, тому и снадобья всякому подносит и дает съесть. Вкуси их, тот воспаляется страстью. Одному дает он снадобья блуда, другому зависть, третьему чревоугодие, иному самодурство, другому устроение скопов. И словом сказать, тому, то, этому, это и каждому свое. Внимать же надлежит братья и всегда быть готовыми к отражению таких нападений неистового врага, а для того неизменно быть вооруженными духовно, нося броню веры, щит смирения, шлем послушания и всеоружие всех прочих добродетелей. Каждый, зная свою степень, пусть и действует по своей степени с чистой совестью. Будем любить друг друга по душе, а не по телу. Очи долу, ум горе. 180, страница 362. Уже к концу приходит время поста. Рассмотрите же в себе, исполнено ли вами все подобающее и должное. Стяжали ли мы с вами послушание непрекословное, смирение нелицемерное, благоговеенство сокрушенное, молитву непрестанную, плач Богу приятной, стена неглубокая, веру непреткновенную, надежду непосстыждающую, безропотность благодушную, воздержание всестороннее, и от слова сопротивительного, и от речей оскорбительных, от задорности, брани и самочинья. Всего этого требует воздержания, и воздерживаясь от этого, мы в самом деле течем путем благочестия и подвигом добрым подвязаемся в чайни вечных неизреченных благ. Если же найдется, что противное этому, прислушание, гордость, ропот, шепотничество, самочиние, распущенность, спорливость, жестокосердие, ненависть, гнев и прочих скверных страстей и непотребства, то хотя и постимся мы телесно, не приносим, однако же, Богу приятного поста, но не чистый, не угодный Богу, отвергаемый им. Познав это, потрудитесь соблюдать все заповеди Господни непорочно, отвергните все укорное, стыдное и срамное, и все благообразное, по чину все делайте. Ибо и доброе, и не доброе, если не доброе говорится и делается, не бывайте несмысленны, но разумевайте, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Прошу и молю, стойте во святом звании, в которое призваны вы, непоколебимы и неподвижны, исполняя заповеди Божии и оправдания его. Пребывайте всегда в ревностнейшей и теплейшей любви ко Господу, изгоняя всякую чуждую страсть из сердец ваших. Возможайте в крепости подвижничества вашего, каждый день все усерднее и трезвеннее, проходя в бдении и псалмопении, в послушании и смирении, в служении и пощении, и во всем прочем, принимая как доказательство успешности вашей в содевании своего спасения, эту настойчивость в труде и борении, и эту многопотность жизни вашей. Крепитесь! Воссияет, наконец, для вас вечный покой вместо теперешнего злострадания и непристающее радование вместо настоящих прискорбностей. Этим и апостол одушевляет нас, внушая не смотреть на настоящее, потому что оно временно и тленно, но на будущее, потому что оно вечно блаженно. Итак, поскольку мы удостоились этого дара ангельской схимы, поскольку возжелали жизни вечной и венцов не тленных, поскольку возлюбили вожделенно сыновление и царствие небесное, то вот под руками имеете и время, и поприще, не понеродим, не пощадим сил. Но более ищущих золота, серебра, камней многоценных и прочих тленных драгоценностей, вседушно и сорвением устремимся к восхищению царствия небесного и небесных благ. Итак, успех же в этом не иначе будет, как если непрестанно будем внимать в себе и непрестанно поучаясь в божественном, заботясь и о том, чтобы наилучшим образом совершить лежащее на нас послушание, потому что оно не плотское и не человеческое, оно святое и спасительное, если благолепно исполняется. Ибо у нас никто не служит плоти и крови, но Господу Богу, что Он и принимает, как жертву благоприятную и достойным воздаянием воздать обещает в будущем веке. Никто не думает, что человеку служит, хотя бы последнее, какое получил послушание, но самому Господу через братья себе то приемлющему. Почему со страхом и трепетом исполняй то, имея надзирателем самого Его, видящего тайны, тьмы и открывающего советы сердец Ваших? Если каждый из нас так будет помышлять, как оно и воистину есть таково, и взаимный друг на друга работу будет совершать, как божественное служение, то мы в совершенстве исполняем все дело нашего звания. Отсюда воссияет в нас лучи всех добродетелей, любовь, мир, кротость, тихость, благопокорливость. И познаем тогда, что мы воистину следуем по стопам преподобных отцов наших, являясь соревнователями их житию. Воспоминайте же блаженные те жития, их течение путем покорности и послушания, изрядное превосходство их смирения и подчиненности. И как ревнуя поревновали они Господу, который сам сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Хотя по апостолу не почитал быть равным Богу, но смирил себя, быв послушным даже до смерти смерти же крестной. И обозрите, кто в числе спасенных или ублаженных? Только тот, кто подражал ему, кто смирялся, кто послушлив был и покорен, кто претерпел все находившие прискорбности, уничижения, поругания, осмеяния или даже заушения, изгнания и темницу, как и некоторые из вас, или даже все, потому что в одном члене и все тело или славится, или бесчестие приемлется. Да хранит вас Господь более и более, как воинов своих доблестных, как рабов своих верных, как мужей желаний, как народ избранный, как священный собор, чтоб являясь вроде этом воистину прелюбодейным и грешным, делателями заповедей Божиих непостыдными, сподобились вы бытии с наследниками Христа Господа во Царстве и Небесном. 182. Для чего другого сеять земледелец, как не для того, чтоб потом и пожать? Для чего трудится торговец, как не для того, чтоб получить прибыль? Так и слова учения, раздаясь поставленной для чего-либо другого это делает, как не в надежде преуспеяния и усовершенствования слышащих. В отношении же к вам, по грехам моим, слово мое остается совершенно бездейственным. Сею много и много тружусь, но никакого плода не вижу. Говорю, оглашаю, напоминаю, и иногда на час сила слова моего доходит до слуха вашего душевного. Но вы точно, скорее того, опять все забываете и остаетесь в тех же прегрешениях. Плачу об этом и раздираюсь с сердцем. Не имею сил пресечь вашу беспорядочность. Спасибо.